Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. Не лайф, не лайф, не лайф. Сегодня у нас будет небольшой распаковочный блог и он будет посвящен теме игрушки для Uber driver. Вот такая вот коробочка мне пришла. Посылка заказана на amazon. Сейчас мы распакуем торжественно. Достаточно она такая тяжелая и увесистая. И, в общем-то, что за игрушка? Такая игрушка, конечно, я думаю, должна быть в принципе у любого водителя в любой машине. Это не обязательно для того, кто занимается Uber. Только, собственно, вот как вы уже видите, а там видно или нет? Сейчас я сам хоть посмотрю. Да, тут написано. В общем, это jump-стартер, пускозарядное устройство. Оно такое нормально тяжелое. Коробка запакована в клееночку. В общем, как бы могу сказать, что так вот чисто по внешнему виду видно, что продавец ценит свой товар. Вот так. Ну, давайте распакуем и посмотрим, что там да как. Пока распаковываю. Могу рассказать вам вот про эти ромашки, которые вы видите здесь у нас на столе. Очень интересная история. Мы поехали в магазин на этой неделе. Хотели, вернее, решили проехать мимо школы, посмотреть, что там да как. Вот. И, значит, едем с одной стороны школа, с другой стороны дома и около одного дома очень-очень много ромашек на газоне. И стоит ведро. В этом ведре, значит, стоят букеты ромашек. Они были на таких вот длинных ножках. Это просто у нас они обрезаны, потому что вазы нет. И на ведро наклеена записка. Ты можешь взять один букет с собой. Вот такая приятная мелочь. Вот так вот американцы устраивают такие добрые акции, можно сказать. Ну, мы написали записку. Большое спасибо. Маришка добавила, вы делаете нашу жизнь прекрасней. Большое спасибо. Положили записочку, взяли букетик. И вот уже неделю у нас эти ромашечки стоят на столе. Так, ну а сейчас давайте полезем в наш, в нашу посылку и посмотрим, что почем, какой хотите. В общем, со всех сторон она запечатана. Произведено написано в Китае. Имеем на это удовольствие 18 месяцев гарантии. Заказал я на Амазоне это, как я вам сказал. Так, аккуратненько, аккуратненько, чтобы ничего не повредить. Хочется красиво распечатать. Вот. Зачем заказал? Наверное, посмотрим сначала, а потом буду рассказывать зачем. Люблю все аккуратненько открывать. Ёлки-палки. Коробка была, само собой, в коробке пришла. Эта коробка была в приемке. А пускозарядная еще и в таком чехле. Ну, вообще, все очень помпезно. Tech Life. Название бренда нарисовано, написано. Такой вот есть ремешок. Ну, в общем, ремешок пришит достаточно качественно. Его можно таскать за этот ремешок, эту сумку. Зарядная очень тяжелая. Так. Ну, сумочка классная. Оно на самом деле хорошо, что все вот в такой сумке можно положить. Она плотная. Здесь, видимо, пластик вставлен под ткань. Так. Два замка двухсторонние. То есть, можно вот так вот сделать, чтобы оно от середины открывалось. Ну и откроем. Так. Что мы здесь видим? Непосредственно само зарядное пусковое. Вот оно плотно лежит. Такой вспененный пенопласт здесь внутри. Значит, что там у нас зарядка. У нас здесь инструкция, мануал. У нас здесь какая-то есть карточка. Так. И здесь, давайте посмотрим провода. Сразу достанем, посмотрим провода. А потом уже перейдем непосредственно к самому зарядному. Так. Все аккуратно сложено. Это у нас здесь вилочка, чтобы заряжаться дома. Заряжать его, вернее, от сети. Так. Это непосредственно клеммой, которыми мы можем стартануть любую машину. Я сейчас открою планшет и скажу вам подробно. По-моему, можно стартануть бензиновую машину с 7-литровым двигателем. То есть, это очень много. В принципе, можно... Я бы покупал достаточно мощное. Можно заводить бензиновую машину, дизельную, катер, мотоцикл, скутер, все что угодно. Так. И что у нас здесь еще? У нас здесь еще USB проводок, чтобы заряжаться от него. У нас здесь вот такой переходничок на прикуриватель. То есть, мы можем это сделать вот так, если я правильно понимаю. Нет? Нет, я что-то неправильно понимаю. А! А, а, а! Вот. Это, чтобы заряжаться дома. Нет. Что-то пошло не так. Так, мы воткнемся в прикуриватель в машине и, по ходу, это воткнем в него. А зачем вот эта вот вся шляпа, я пока не понимаю. Так, ну все. В чехле у нас больше ничего нету. Чехол нужно убрать. Берем, собственно, само зарядное. Оно очень тяжелое. Так. Ну, я думаю, что оно заряжено. У нас здесь есть компас. Если нам мало компаса на часах, то мы можем воспользоваться этим. Посмотрим, что он у нас показывает. Да, он показывает вас запад. Вот туда точно так, как оно у нас и есть. Сам корпус очень приятный. Такой прорезиненный пластик. Soft-touch по-другому называется. Выходная мощность 5, 9, 12 и, в общем, большая. И на 18 тысяч миллиампер часов оно. Так. Значит, у нас есть вот такая вот заглушечка. Значит, сюда мы можем подключить вот эту штуку. Вот так вот коннектируем и вешаем на клеммы. Так. Показывает, что оно у нас заряжено. Так. Ну, это нам сейчас не актуально. Это мы не будем пробовать. Включаем. Так. Значит, что у нас здесь есть? Что есть? Включить, выключить. 84% заряд сейчас на нём, на самом. Это неплохо. Так. Значит, вот этим тумблером оно включается и выключается. Так. Ну и что мы к нему можем подключить? К нему мы можем подключить... У него есть гнездо на 5 и на 9 вольт. У него есть гнездо на 5 вольт и на 2,1 ампера и на 12 вольт на 10 ампер. Так. И у него есть входное гнездо. Всё. Я разобрался. Значит, вот это вот входное будет у нас заряжать его дома. Вот это вот выходное будет давать нам прикуриватель. Мы можем те приборы, которые работают в машине, от прикуривателя вогнать сюда. Так. И у нас есть USB-шный кабель, чтобы взять с него питание. Так. И у нас есть вот такой вот, чтобы заряжать его. Всё. Значит, заряжать мы его можем вот этими двумя концами. С него можем получить напряжение вот сюда. 12 вольт у нас будет. И USB, microUSB. Ну, не знаю он нам по сколько, по столько, потому что, в принципе, с каждым телефоном, с каждым гаджетом он идёт. Ну, есть в комплекте и хорошо. Так. И сейчас я ещё возьму планшетик. Да, Анатож, пожалуйста, планшетик за это. Так. Скажу, что у нас здесь более точные его характеристики. Откроем наш Амазончик. Более точные характеристики. Так. Значит, стоила эта игрушка... Стоила эта игрушка 80 долларов. Вот. Значит, можно заводить бензиновые машины 7 литров объёмом двигателя. То есть, до 7 литров. Дизельные до 5,5. Ну, и всякие остальные моторные лодки, мотоциклы и прочие скутеры. Вот. Так. Что ещё я могу вам сказать про него интересное? И зачем я его купил? Значит, оно выдаёт пиковый ток 800 А. И всего, скажем так, оно содержит 18 000 мАч его ёмкость. Так. 12 месяцев оно может оставаться заряженным. Это тоже хорошо. Ну, это надо проверить и предстоит проверить. Пока я это точно сказать не могу, потому что не проверил. Так. Что у нас здесь ещё? Значит, оно может работать как строп. Может показывать соцсигнал. Может просто гореть. И может ещё вроде гореть красненьким предупреждать что-то. Так. От него можно зарядить 2 раза iPad. От него можно зарядить Kindle 18 раз. От него можно зарядить часы 11 раз. iPhone можно зарядить, который большой 6 раз. 24 раза наушники. В общем, хороший такой переносной Powerbank. Так. Ну, собственно, вот и всё, что я вам про него хотел рассказать. Давайте попробуем его включить, чтобы он у нас как-то заморгал. Ну, что у нас тут со стропиком? Было бы интересно разобраться. Так. 84% он нам показывает. Это хорошо. А как нам включить? О! Вот так вот можно сделать, чтобы выморгал стропик. Аварийечка. Пока кроме аварийечки я ничего не вижу. Фонарик почему-то не работает. Только аварийечка. А что с фонариком? Как у нас включается фонарик? Ну, надо, наверное, почитать инструкцию. Фонарик. Вот так можно передать сигнал SOS. Короче, всё оказалось достаточно просто. Одна кнопка вот эта вот, она регулирует все включения и выключения. То есть нажали-выключили, подержали. Стал работать фонарик. Стал работать стробик. Стал работать SOS. И стал работать, не стал работать. Красный аварийный, почему у меня пропал. Фонарь работает. Двойное нажатие даёт красный аварийный. Двойное нажатие выключает. Один раз нажал. Как-то не понимаю я пока, как... Вот ещё как можно модно всё это сделать. Красный SOS. Если так можно ставить. Короче, включать фонарик надо научиться. Ну, в общем, вот такая интересная игрушка. Надо просто инструкцию почитать, как она включает этот фонарик. Интуитивно как-то не получается. Натыкать, в принципе, в темноте включить можно. Ну, самое главное, это то, его функция должна выполнять запуск машины. Зачем я его купил, расскажу. В общем-то, по большому счёту, если вдруг у меня сядет аккумулятор в машине, у меня есть два варианта её заводки. То есть, я могу позвонить пока два варианта. У меня есть на это гарантия, которая распространяется на помощь на дороге. И моя страховка Old State поддерживает вызов машины, которая, опять же, мне поможет помощь. То есть, пока у меня не закончилась гарантия от Хонды, и одновременно у меня есть Old State, я могу звонить в два места и получать помощь на дороге. Такую, как довоз бензина, если у меня бензин закончился. И вот именно то, для чего я его брал. То есть, стартануть машину, если сел аккумулятор. Почему может сесть аккумулятор в новой машине? И, в общем-то, у меня уже такое случалось. Когда у меня была вторая машина, Хонда Одиссей, я выходил на парковку, начинал ее убирать, включал музыку, слушал, постоянно горел свет, потому что она была открыта. И, в общем, аккумулятор садился, садился. И было такое пару раз, что он подсел, и мне приходилось вызывать вот эту службу, чтобы она меня стартанула. И это было и удобно, и неудобно. Удобно почему? Потому что они приехали, сделали свои дела, машина завелась, они уехали. Спасибо, всем спасибо, все свободны, все хорошо платят. Ничего не надо, потому что есть гарантии и страховка. Но есть маленький нюанс. Это надо их подождать. Они могут ехать от часа и больше. А иногда так бывает, например, когда я своих в поликлинику завезу или еще куда-нибудь, остаюсь в машине, и особенно, когда жарко, чтобы пользоваться кондиционером, опять же, слушать музыку и прочие дела, надо либо гнать двигатель, чтобы она работала, либо можно включить, и тогда есть вариант посадить аккумулятор. Вот на этот случай я взял вот эту штуку, чтобы она валялась в машине, и если что, всегда можно было стартануть. Ну и надо будет в ближайшее время это попробовать, чтобы испытать сей прибор, потому что чисто как Powerbank, то его можно купить долларов за, скажем так, 15, 25, 30, и, в принципе, у нас их несколько дома валяется, почти у каждого уже в сумке есть. Единственное, что один большой еще в машину, на всякий случай. Ну, вместо него я решил вот воспользоваться таким, и я надеюсь, что он будет работать. Были у меня такие случаи в Беларуси, когда надо было завести машину, ну, там у меня всегда провода лежали, опять же, приходилось кому-то звонить, кого-то звать, но имея вот такую штуку, можно, в общем, эту проблему решать. Так что, если у кого-то есть интерес, я попозже, может быть, отпишусь, если вы будете интересоваться, как она завела, не завела, но я надеюсь, что она заведет, и все будет хорошо. Вот. Единственное, что скажу, что на Алиэкспрессе, конечно, можно такую игрушку купить подешевле, наверное, раза в два, но там не будет никакой гарантии, и можно столкнуться с тем, что она просто может и не завести вас в ваш автомобиль, или что вы собираетесь заводить, потому что вы сами знаете, что на Алиэкспрессе не всегда приходит то, что заказываешь. В данном случае с Амазона это все приходит, как я сказал, с гарантией 18 месяцев, и если вдруг он не справится с поставленной задачей, то его всегда можно будет отправить и вернуть либо деньги, либо поменять на такой же. Ну, вот такой вот был маленький автомобильный влог-распаковка, как я его назвал, игрушки для Uber Driver, или можно называть игрушки для водителя. Не знаю, мне комплект этот понравился, мне нравится, что он приходит вот в таком вот классном пенале, в который все можно сложить, чтобы это все не валялось. И все. Всем спасибо за просмотр. Кому что интересно, задавайте вопросы. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Выбудите на канале нашли, ставьте лайки, нажимайте лайки и увидимся в интернете. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok